Помнится, вышла на лёд крохою, и всему понемногу я училась там, но не могла летать. Текст, музыка и клип. Всё за полтора месяца. София Кирсенко сделала почти невозможное. В короткие сроки подготовила работу для конкурса и подала заявку на участие в отборе. Я принимала участие в полуфинале Десского Евровидения 2019. Пела там свою авторскую песню. Потом я принимала участие в конкурсе «Земля талантов», и там прошла финал, и скоро поеду в Москву участвовать там и петь песню свою. Из тысячи желающих по всей России выбрали именно её. 11-летняя София в списке 37 лучших. Чтобы добиться такого результата, пришлось найти опытных и чутких профессионалов, которые помогли реализовать идею. Я просто слышала её историю, как она занималась фигурным катанием, что она очень хотела петь параллельно, когда вот занималась. И её тяга к музыке, желание петь, раскрыться в этом направлении, оно повлияло на то, что она ушла из спорта и стала петь. То есть это у меня стало основой текста, который вот в последующем сняли, написала музыку Елена и сняли клип. Сложно поверить, что изначально София выбрала спорт. Три с половиной года занималась фигурным катанием. Мама девочки её поддерживала, но видела, как дочь находит отдушину в другом. Первые ноты, просмотры музыкальных передач, мечты стать певицей. Она этим живёт, она всей душой в музыке, поэтому я рада, что наконец-то мы услышали своего ребёнка, потому что она с двух лет на вокал просилась, но слава богу, что с девяти лет мы наконец-то её услышали. Она занимается любимым делом, поэтому важно для каждого родителя услышать своего ребёнка, что он хочет и чем он хочет заниматься. Выбрать занятие – полдела. Голос, мимика, эмоции, часы, дни и даже годы тренировок. А чтобы не бросить начатое на полпути, нужен волевой характер. Конечно, трудолюбие, без которого ни один талант не может так расцвести, как этого хотелось, потому что много талантливых детей в разном. А она трудится, трудоголик, отдать должное, поэтому и есть результат. Звонкий голос и множество амбиций – ещё не всё, что есть у юной певицы. Поддержка одноклассников, тёплые отношения с близкими и наставления педагогов. Свободного времени у Софии мало, так что зря она его не теряет. Любовь к музыке – не единственное увлечение Софии. Моделинг, танцевальные кружки и даже три с половиной года катания на коньках. У меня в руках около 40 дипломов девочки. Основная часть, конечно, за музыкальные заслуги, но среди них оказался и за обучение в школе телевидения. София и дальше планирует развиваться в музыке и творчестве. Несмотря на то, что в этом году девочка не прошла в финал детского Евровидения, планирует принимать в конкурсе участие до тех пор, пока не добьётся желаемого результата. Ирина Борелёк, Максим Турчев. Утро нового дня.